Программа «Зоопарк-100». Одесский зверинец останется на прежнем месте и не будет расширяться. Но при этом старый зоопарк обещают реконструировать. Правда, к 2022 году. Пока деньги из городского бюджета не выделили, его обустраивают за средства зверинца. Больше подробностей в сюжете Яна Нестеренко. Посетителей в Одесском зоопарке стало больше. Здесь планируют построить новые вольеры за собственные деньги. Но для полной реконструкции и выполнения программы «Зоопарк-100» необходима поддержка из городского бюджета. Мы в 2015-2016 годах сделали качественный скачок в финансовом зарабатывании денег. Мы стали зарабатывать намного больше, около 7,5 миллионов в год за последние два года. За это время в зоопарке появился новый обезьянник, вольеры для волков и тигров. Сейчас строят и новый домик для косолапых. Будет бассейн, чтобы они могли купаться. Там будут стволы, деревья. В общем-то, условия приближенные уже к природным. И наши медведи уже из этого тесного каземата переселятся в современный комфортабельный медвежатник. И они будут и чувствовать себя по-другому, и смотреться. Они, конечно, будут по-другому. Программа «Зоопарк-100» должна завершиться через пять лет. К столетию одесского зверинца. Но пока финансирование проекта приостановлено. Вносят изменения. Новая концепция намного лучше, поверьте мне. И очень хорошие архитекторы одесские поработали над этим совместно с нами, с сотрудниками зоопарка. И на сегодняшний день есть очень хороший проект. И практически при наличии финансирования, конечно, можно было бы уже приступать к... Чем больше будет денег, грубо говоря, тем быстрее мы сделаем вот эту реконструкцию. Кроме собственных денег и финансирования из бюджета, зоопарк рассчитывает и на инвесторов. Яна Нестеренко, Алексей Филиппов, 7 канал.